Семь краин-удельницы, полусотни запрошенных, международные науковые читания просвещены памяти народного письменника Беларуси Ивана Навуменки. Его имя широкавя дома, как у нашей краине, так и за ее межами. Творчая спадчина письменника – это 12 сборников и оповеданий, а повесть, 6 романов и шматлики науковые операции о проблемах становления и развития беларусской литературы. Мы им вельми удячны Гомельскому университету и особенно профессору Штейнеру. И он молодчина, что, сбирая науковые кадры не только из всей Беларуси, а из всего света, не сядет с клавши руки и робит вельми добрую науковую справу. До следующую справу Ивана Навуменки протягивают сучасные литература-знавцы. Мясцовые и замежные науковцы вызначают актуальные пытания и спробуют дать на их отказ. Те будет исновать литература в традиционном выгляде, до которой мы привыкли. Те будут являться шматомные эпопеи. Те, может, просто на смену великим жанрам придут больше маленькие, які отповедают нашему имкливому часу. Свои меркования выказывают специалисты из России, Польши, Украины, Германии, Словении и Великобритании. Их выступления показали беларусской литературой акту на цикавице из-за мяжой, при шумне которой из властей заявили об этом на беларусской мове. Я стал цікавиться Беларуси, когда писал докторскую диссертацию о развитии беларусской мове в 19-м соходе. И меня пошансовало быть знакомыми с судовыми людьми, так и с Василием Биковым, например, и с Рихором Барадуллиным. Программа международной конференции различена на два дни. За этот час будут огучены каля 40 докладов. При этом на сцену выйдут и родные Ивана Навуменки. Ганна Ковалева, Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадуя компания «Гомель».